Да, и продолжаю. Случайно нажала кнопочку. Я учусь еще пока вести репортажи. Здесь очень рядом, рядом очень море. Мы проходим через море и далее мы идем на источник. Мы все время селимся в этом отеле. Нам здесь нравится. Ну, назовем его отель. Это не отель. Это пансионат на фоне советского. Когда-то был советский пансионат. Вот, год назад мы отдыхали вот в том здании. Вот видно его рядом здание. Сейчас они сделали ремонт, развиваются. Все-таки развиваются потихонечку. Может быть, когда-то услуги, которым учатся. Они нам рассказывают, что они учатся именно у турков. Турки в этом смысле молодцы. Ну, они на этом живут. Поэтому я думаю, этот полуостров, Арбатская стрелка, это полуостров. И он в основном живет именно на туристах. Именно на тех, которые приезжают. В данном случае такие, как мы, приезжают на соленое озеро и приезжают поближе к горячему источнику. Далее, далее я вам покажу источник. Мы идем не так и далеко. Минут 15 буквально к морю. Таким спокойным шагом пройтись к морю. Это минут 5. Утром начинаем утро с моря. Здесь, когда идем возле вот этого пансионата, такие вот грязевые озера небольшие. В них никто не купается. Они просто такие, как, даже не знаю, как его назвать, обыкновенные грязевые озера. Еще никто не пробовал в них купаться, поэтому... Но грязи здесь нет. Грязь, только грязь та, которая природная. То есть не та, которая полезная, ради которой сюда едут. Здесь, хочу рассказать, здесь и грязи. Грязи белая глина есть, черная глина, которая разная. И, в принципе, для суставов, поэтому более пожилые люди едут здесь. Когда уже начинают суставы, суставы, начинаешь их чувствовать. Тогда уже начинаешь ими заниматься. Люди едут, подлечиваются, подлечиваются. Очень помогает горячий источник. Я сама вчера у меня суставчик на плече немножко там пошаливал. Вот немножко прогрелись, минут 15 мы больше не греемся. Но вода вчера была очень горячая, поэтому мы, наверное, сидели в этом источнике минут 5. Вот сегодня я почувствовала суставам лучше, легче мне. Вот рассказываю вам свои впечатления. Мы сюда приезжаем ради того, чтобы отдохнуть. Вот мы выбрались на 3 дня, и кажется, этого достаточно. Потому что тихо, спокойно, дышишь свежим воздухом. Дышишь свежим воздухом и чувствуешь море. Несмотря на то, что вот эти вот... Мы сейчас проходим, видите, вот эти такие грязевые... Грязевые озерца небольшие. Можно их даже назвать лужицами. Но лужицы очень большие. Вот. И они издают такой зловонно-неприятный запах. Но вместе с этим запахом... Вместе с этим запахом слышен все-таки запах моря. Несмотря на то, что мы взяли эконом-вариант, мы отдыхаем. Погода хорошая. Настоящий бархатный сезон. Да? Бархатный сезон. Ни жарко, ни холодно. Ветра нет. Море неплохое. Несмотря на то, что... Конечно, очень много медуз. Медузы приплывают сюда к обеду. Тогда, когда на берегу, возле берега, вода становится более теплой. И медуз. Вчера было очень много медуз. Сегодня утром их было намного меньше. Так, сейчас покажу вам пляж. Я вам уже его показывала. Вот. Пляж такой организован. Его организовали еще в советские времена. Здесь был пансионат. Люди приезжали. Пансионат работал круглогодично. Потому что мы сегодня даже видели трубы для отопления, которые... Их обрезали. И готовят только к летнему сезону. Вот так бывает. Ну, хочу что рассказать еще о пансионате. Пансионат развивается в том плане, что немножко появилось комфорта. Три года назад мы тоже брали эконом-вариант. Но это было что-то с чем-то. Очень ужасно. Очень страшно. Даже для таких, скажем, нелюбителей комфорта, как мы. В принципе, комфорт мы любим. Но и любим, чтобы было более-менее чистое. Прошлый, три года назад, здесь было в этом эконом-варианте. Было очень страшно. Было грязно. Было только горячая вода со всего. Сейчас я вам показала номер. Номер неплохой, чистенький. Несмотря на то, что полотенец нет. Скажем, то, что те тряпочки, которые нам предоставили, их полотенцами назвать нельзя. Это просто тряпочки. Дальше мы идем на горячий источник. И вот далее уже виднеется горячий источник. Покажу еще раз вам море. Мы проходим мимо моря. Мимо моря. Тишина, спокойствие. Любителям бурного отдыха, конечно, такое не понравится. Поэтому в основном молодежи здесь не так и много. Те, которые приезжают с бабушками, с дедушками, ходят спокойно за ручку, идут на источник, идут на соленое озеро. Я вам сегодня покажу соленое озеро ничем не уступает мертвому морю. Бесплатное прекрасное мертвое море. Тоже лечит суставы, тоже лечит кожу. Вот что такое соленое озеро и что такое горячий источник. Горячий источник, он содержит много минеральных веществ, много соли и радон. Почему не разрешено мальчикам до 17 лет, до 14 лет не разрешают, не то, что не разрешают, не рекомендуют купаться мальчикам до 14 лет. Почему? Потому что в это время как раз происходит вот это гормональное развитие детей, мальчиков. Не только мальчиков и девочек, но в основном не рекомендуют мальчикам. Некоторые мамы думают, написано запрещено купаться мальчикам. Они думают, ну если запрещено, а мы все равно будем. Но это здоровье ваших детей. Поэтому мальчикам не рекомендуют купаться в этом источнике. Там очень много радона. А радон, конечно, помогает их суставам. Поэтому минимум 10 процедур. И люди, которые уже в таком более глубоком возрасте, после 70 лет сюда приезжают, поэтому они себя чувствуют после этого намного легче. Здесь очень много палаточников. Много людей, которые хотят сэкономить вообще. Или же любители дикого отдыха. Очень много палаточников. Люди селятся в палатках прямо возле моря. Источник рядом. И они и источник имеют рядом. Соленое озеро рядом. И там неплохие виды на море замечательный. И природа. И постоянно, постоянно с морем. Это, конечно, для любителей. Для тех, кто это любит.